Луковое поле это что за лук? Это ранний сорт лука, а какая урока это? Ну это не ранний лук, это у нас азимый лук. Второй год подряд Николай Николаевич решил с судьбой, как я уже говорил, с судьбой поиграться, потому что он может выйти, а может не выйти, поэтому вот так вот. Это геркулес у нас, азимый лук, это семена мы закупили, есть озера в Подмосковьях, лукоморье называется хозяйство, мы оттуда его привезли. Сажался этот лук в конце сентября и до наступления заморозков, ну было в него уже 2-3 листочка и он ушел в зиму. Ну вот рос он, рос и наконец-то вырос вот так вот. Урожайность где-то здесь порядка 25 тонн. В прошлом году урожайность у нас была чуть повыше, в прошлом году мы сумели на 30 тонн его разогнать, в этом году наверное погода повлияла на него, потому что ну не такой вот он и густота стояния получилась, не то что мы хотели. Была зима очень теплая, для лука это плохо и была весна очень засушливая, поэтому, ну тем не менее, тем не менее так. Но он тоже на поливе? Ну естественно без полива у нас разве может что-то расти? Ничего не может расти здесь у нас без полива. Здесь его удаляют? Да, сначала вон идет машины, две машины ходят, вот подкапывают его, потом он где-то сутки лежит у нас, чтоб немножко хоть он подвял, и женщины по дому идут и смело обрезают. Значит где-то вот тонну, тонну 200 человек делает. На одного человека? На одного человека выработка. Да. И вы его не храните реализации? Нет, этот лук он вообще-то салатный он называется, вы видите, он он практически голый, он для хранения, ну никак не подойдет, да, не пригоден. Его сразу нужно куда-то использовать, кушать, да. Да. Вы тоже в дальние края его отправляете? Честно сказать, занимается Николай Николаевич, он если вам... По всей России? Да, по всей России он его отправляет. Ну да. А начинаете вы его в уборку когда? Ну вот мы вот сегодня у нас какое, 20-25, да? Да, где-то 14-15 мы начали. То есть одновременно с картошкой? Ну практически да, в этом году так получилось. Да у нас всегда так получается. Картошка начинается и начинается лук. Ну он уже не за горами, будем говорить, уже вот и вот мы проезжали, вот вот за ним сразу здесь вот у нас есть ранний лук Т-803. Еще, наверное, дней 10 и мы начнем уже сеянный лук убирать. Надо быстрее с этим разделаться, чтобы этот не мешался. Но так как с картошкой, с ним не получается. А с картошкой как? Нет, ну тут он, нет, не получается. Тот сеянный, тот осенью получается механизированно убирать. А здесь, здесь нет. Здесь руки никак, никак без рук. Ясно. Он первый из луков, которые вы начинаете убирать? Да, он первый, он первый. А вообще лук у вас уборка идет, наверное, и до... Ну, не, ну вообще-то уборка у нас идет до самого октября. Мы даже вот, допустим, в прошлом году мы в ангары завозили, когда уже начались дожди, шеф заложил его в ангары, которые там у нас стоят металлические. И потом продавали оттуда спокойно, да, по мере надобности. Ну, хотя он там долго у нас не задержался. Он быстро ушел оттуда. Ну, мы находимся на поле в 30 гектаров лука, сивка, чернушки, которая была посеяна 9... Нет, 3 марта была посеяна. Ну, видите, в каком состоянии лук находится. В этом году нашему хозяйству не повезло. У нас было... Ветром выдуло 160 гектаров. А вот это луковое поле, оно получилось закрытое. И он, как мы его посеяли, так оно и осталось. Вот в этом году мы на луке начали очень активно применять гербицидную защиту от сорняков. И как результат, вот здесь вот это поле мы только раз прошли, пропололи его. Ну, он, видите, вот у нас предшественник был картошкой. Вернее, предшественник это... Она год назад сидела. Здесь у нас предшественник, да, была озимая пшеница. Ну, вот он вылазит, и пришлось ходить пропалывать. Ну, может быть, еще раз даже пройдем, прополим. Ну, а так лук находится, ну, будем говорить, в идеальном состоянии. В этом году трипсы, ну, кто луком занимается, знает, что это такое трипсы. Трипсы особо нас не дозаляют. С болезнями тоже пока проблем особых нету. Но 4-5 дней регулярно сюда заходит опрыскатель. И наводим, как бы... Защищая. Защищая. Наводим чистоту. Ну, естественно, химия. Ну, как бы химия, дело в том, что без химии все равно не обойдется. Ничего не обойдется, да. Ну, хочу сказать это, к слову Сергея Алексеевича, что мы никого не уговаривали, не просили. Мы продаем своим партнерам лук. И у нас есть грамота с Москвы, из Питера. Нам просто передали за лучшее качество, без содержания никаких химикатов, все остальное, за лучшее качество лука. Поэтому мы благодарны. Поэтому неправда. В Москве, в больших городах лук проверяют. Так а мы тоже проверяем. Сами же делаем это. У нас есть сертификаты, у нас мы тоже проверяем. Да, декларации есть. Поэтому шутить мы с этим не играемся. Да нет, серьезно. Потому что, ну, клиента потерять это страшно. Мы даже вот два последних года начали в ветлечебную, в баклабораторию сдаем, на ассельмонеллу сдаем. Обязательно у нас есть документ, что она прошла испытания, что она чистая, что продукция наша чистая. Картофель, лук, ну, вот это то, что продается как бы на рынке. Тут с этим довольно правильно Николай Николаевич сказал. Все сдается, декларируется, на соли тяжелых металлов. Ну, все как положено делать. Здесь уборка. Какие сроки будут? Здесь уборка, ну, это, наверное, конец июня будет. Июля. Июля, через месяц. Да, да, да. Ну, как раз мы поубираем там и теряем. Это же вот, как будем говорить, средне-ранний лук. Поэтому он подойдет уже. Ну, может быть, да. У нас уже в этом году 160 гектар. Ну, вы там вот проезжали, у нас вот небольшой лук стоит. Это вот пересеянный лук, который вот, может быть, вот он задержится. А там, судя по погоде, он догонит уже этого, может быть. Мы вас приглашаем как раз на уборку лука и чипсового картофеля как раз. Это будет сентябрь. Сентябрь. Какие-то особенности технологии здесь можно отметить? Или вот по традиционным для... Ну, как вам сказать? Ну, по системе защиты, вот, вот, и химию мы как бы вот... Ну, знаете, вот я вам скажу следующее, что мы очень плотно, вот здесь вот Александр Суханов говорил, да, он в свое время работал в этом, в Сингенте, да. И вот мы придерживаемся и технологий, разработанных Сингентой. Сингентом, вы, ну, всем, наверное, прекрасно знают, что это является флагман по производству химических средств защиты во всем мире. И мы вот придерживаемся что на картофеле, что на химии. И у них есть две женщины там, особенно вот Ольга Воблова, которая вот она занимается этим луком, да, вот специально занимается луком, и Сергея Овчинникова. Вот они вот ездят по всей России, смотрят вот, ну, за состоянием, да, и очень толковые вот ребята, если что-то нам непонятно, что-то там мы не понимаем, обязательно к концу учим, да, правильно, тут бояться и скрывать, что. Разве сам узнаешь, что сегодня уйма этих новых препаратов идет, вот начали боксер применять на луке. Вот мы в этом году вот взяли, здесь вот 3 литра боксера мы, может, благодаря вот этому боксеру, да, 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 это гербицид. И, возможно, вот это все так чисто. Но тут еще что-то добавляется. Также вот и химия, вот, льем как бы все то же самое, ну, что-то надо туда положить, вот, какую-то изюминку, раз, и смотришь, и есть результат, блин. А все это, как бы... Чернушка обычно, какой урожай у вас дает? Ну, 70-80 у нас. Да, ну, да, там, там. Ну, 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 не верят. Хороший сыграть, так, верят. Рыда поверхностном поливе не может быть. У нас было даже до 900. Да было, да, до 1000. Вот это вот поле, вот за этим, вот этот же монаст. А убирать, как, что, что все раз? Ну, убирать как-то будем. А, как, ну, это вот, значит, у нас, да, у нас есть подмех уборку, 90 гектаров лука, и есть вот чисто, как они говорят, мешочные, сеточные. А от чего это выисит его? Ну, это зависит от самого лука, у него кужура не раз этого, он не раздевается. Этот только толкнул, он раз и разлетелся весь. А тот, который для мех уборки, он проходит по транспортеру комбайновому, падает в машину, потом везется, потом снова высыпается, потом снова подбирается, снова ложится, и он остается, как бы... Одетый. Да, одетый, вот, вот разница. Это себестоимость ЮАПО. Мы потратили на этот долг месяц 5 миллионов. Если мы возьмем 7 миллионов, у нас уже сейчас посчитано 2 миллиона будет прибыль. Да, это мало, но мы вернули деньги, ничего страшного. В том году зато хорошо было и хорошая прибыль. В том году мы продали на 10 миллионов. Поэтому 5 миллионов мы получили 100% на прибыль от этого. Поэтому каждый год, главное, вот, не было такой паники, что, а, все, урожая нет, цены нет, давай запрашиваем. Это часто бывает. Нет, надо спокойно убирать. Зато цена есть на картошке, которая покроет, допустим. Но, опять же, вот в этом году с луком получилось так, но это не говорит о том, что я расстроился и на следующий год все, севок не будет. Будет. Все надо делать как надо. Вот эти шатания туда-сюда, подсолнуху, цена маленькая, все, не буду сеять. Буду сеять, не буду. Вот этого ни в коем случае делать. И структура вот этого севооборота, она должна быть. В этом году, допустим, есть вод, когда пшеница покрывают все затраты, есть воды, когда картофель покрывают все затраты. Поэтому все должно быть в структуре нашей. Поэтому мы так и делаем. Ну, около четырех лет назад в группу компании Грима также вошел датский завод Азалист, который представляет технику по овощам. Это основное направление – это морковь, капуста и как раз лук. И, соответственно, сейчас линейка Грима дополнилась еще и овощной техникой. И теперь мы можем уже предлагать как специальные ботоводолители для лука, также в центральной полосе такие ботоводолители активно используют на столовой свекле, на красной, чтобы удалить, потому что срез получается очень хорошо, ровненький и, главное, прям как надо, так сказать, товаропроизводителям. А также луковые копалки, как одно грядовые, так и большие широкозахватные трехгрядовые копалки. За один проход сразу поднимаем, копаем три гряды, и в зависимости от пожеланий заказчика можем сделать, что эти копалки раскладывают или в три волка сразу за собой, или в два волка, соответственно, на один проход подборщика уже будет меньше. Или все можем сложить в один большой волок, уже как пожелают. Вот. И также последующая линейка – это подбор лука, соответственно. Ну, это уже тот лук, который должен пойти на хранение. Луковые подборщики максимально бережно. Есть сейчас и используют картофельные комбайны, но вот как раз во многих хозяйствах пересекается уборка картофеля и уборка лука. Соответственно, выдирать комбайн из уборки картофеля – это боль для хозяйства. Вот. Поэтому предлагаем луковые подборщики. И там нет поворотов, минимальное повреждение лука, минимально раздевает. Вот. И сразу непосредственно выгрузка в параллельно идущий транспорт. То есть производительность быстрее, да, на ходу перегружается. То есть не надо ждать, пока бункер разгрузится. Но есть и другие как раз вопросы по логистике. То есть логистика должна быть отстроена так, чтобы подборщик не стоял. Вот. Ну, тем не менее. Да. И как раз с прошлого года в группу компании Грима еще вошел и английский завод Станхей. Это теперь мы закрыты в плане посевной техники. Теперь мы можем предлагать еще и посевные машины для всех небосемянных культур. То есть одной сейлкой она способна сеять до 270 видов культур. Овощные. Да. Овощные в том числе и морковь, и лук, и капусту. Всевозможные. На протяжении многих лет мы сейчас вот показываем. Это и проехали наш сегодня, как говорится, день поля. Но стоит упомянуть о фирме Росагросервис. Это то, что мы сегодня видели. Хороший картофель, хорошую листовую, фон листовой на картофеле, хороший лук. Сейчас еще вот поедем посмотрим. Не обходится, к сожалению, без химобработок и все остальное. Тут у нас создано специальное звено. Вот Устинов Евгений. Он, иди сюда. Вот. Вот он работает. Агроном. 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 Да. Мы убрали то, что было при советской власти. Агроном не отвечает ни за что практически. У нас есть агроном энтомолах. Агроном, который занимается луком. Агроном, который занимается картофелем. И агроном, который занимается зерновыми. Он должен отвечать за то, что он выращивает. Поэтому вот Евгений занимается у нас именно обработкой химии. Во-первых, с каждым годом у него своя наработка, своя практика. И достойное отношение между нашими партнерами, которые за эти годы нас не подвели. И качество химии, так скажем, достойное. Знаете, то, что сейчас многие делают подделку. Все. Но, как руководитель, я хочу сказать то, что цены желали бы, конечно, быть ниже. Химия на сегодняшний день, это, вот для меня, это самое дорогое. Это самое дорогое. То, что в структуре самое дорогое. Я могу озвучить даже, в том году у нас 110 миллионов ушло только на химию. Это все, вот. Поэтому очень серьезная цифра. Но без рисков, я, как говорится, не могу рисковать. Ну, вот сейчас, Евгений, добавлю, как обработку проводите. Благо Росагросервису. Они зашли к нам 7 лет назад. Это начинали такие первые контакты, чтобы налаживали отношения. Сейчас мы примерно 95% именно поставок среди защиты растений составляет именно от Росагросервиса. Потому что идут адекватные цены. У них есть официальные договора с производителями химии, так как Сингента, Байер, БАСФ. Мы уверены в качестве продукции, которую они нам поставляют. Также они поставляют семена от этих фирм. Тоже постоянно мы проверяем в Россельхознадзоре, чтобы все соответствовало и в схожести семян. Пока что, вижу, мы ими довольны и постоянно работаем. И вот самое главное еще, это именно сроки поставки. Нам надо, грубо говоря, чтобы в зеленеделе химия нужна еще была вчера. Именно оперативность работы, это очень немаловажно. Мы позвонили, ребята, нам надо заходить на обработку. Там у нас караватский жук, у нас трипс начался. Все, это буквально в течение полудня дня все это решается, привозится. Договора заключаем мы заранее еще зимой, чтобы все это, мы уже знаем, какие цены будут. Позвонили, привезли, мы отрабатываем. На, как и на луке, на картофеле, мы работаем именно заранее по всем и болезням, и вредителям. Именно, да, не по факту, то что вот уже лук заболел, это уже все мы упустили. Мы потеряли в урожайности, мы потеряли в качестве. Поэтому мы работаем заранее именно профилактически. Мы не дожидаемся, пока начнутся болезни, пока прилетит вредитель. Сейчас у нас заходит, скоро будет уборка урожая зерновых. И так как зерновые уже высыхают, с него полетит, допустим, на лук полетит трипс, табачный трипс. Поэтому мы заранее все обработки проводим. Опять же, вот Александр, это менеджер по продажам. Я ему позвонил, они привезли. Мы везде все отработали и довольны. Обработки у нас идут, мы выдерживаем порядка 7-8 дней. Это стабильно идет обработка средствами защиты растений. Александр Суханов, представитель компании Росагросервис. Мои друзья, партнеры тут уже, скажем, больше, чем я могу сказать, рассказали за нашу компанию. Да, на самом деле у нас здесь строятся эти взаимоотношения о том, что мы никогда не подводим своих партнеров. Всегда адекватные цены, сроки поставки. Как говорится, трипс только начал лететь с поля, машина уже с химией здесь, на КФХ Юзефова. То есть консультации по тому или иному продукту оказываем, помощь в выборе препарата, гербицида, инсектицида. На сегодняшний день на рынке пестицидов очень огромное количество химии, той, которая, ну, нужно понимать, как работает, в какую фазу. Собственно, для этого есть я, наши специалисты, наши компании Росагросервис, которые всегда рады помочь. Ну, Евгений знает, Сергей, Алексей знает непонаслышками. Каждый день с ним созваниваемся по два-три раза в день. Раз в неделю, наверное, здесь даже проводим. Да, бывает чаще. Да, бывает чаще. Полевые обследования, то есть, ну, чтобы проблема, как Николай Николаевич сказал, не появилась из ниоткуда, а минимизировать эти риски и ее просто не увидеть. Собственно, для этого мы и существуем, вот, а дистрибьюторы мы таких мировых производителей компаний, как БАЗ, Сингента, БАЙР, Монсанто, ФМС, Дюпон, собственно, в портфеле имеем широкий спектр линейки гербицидов, протравителей, инсектицидов, фунгицидов. Вот, ну, о нас уже знают, скажем, в Ростовской области многие, с многими сотрудничаем не один год, вот, собственно, из-за того, что в компании свои специалисты, есть своя лаборатория, Николай Григорьевич Гурский возглавляет ее, то есть, это экспресс-анализы в поле, какой именно нужен сейчас микроэлемент в этой фазе, где приехали, сделали, тогда мы уже дальше с Евгением Алексеевичем подбираем тот или иной препарат, там, микроудобрение. То есть, такой сервис тоже оказан своим клиентам. Вот. Ну, с Николаем Николаевичем работаем уже порядком 7 лет, только положительные отзывы у нас, а КФХ Юзефов, ну, собственно, вы слышали от них тоже. Спасибо большое. Спасибо, Николай Николаевич.